Проект «Десант памяти» представили Орловской молодежи в актовом зале Среднерусского института управления, который филиал РАНГ и ГЭС. Студентов попросили не только усвоить посылы записаться в волонтеры «Десанта памяти», но и рассказать о нем друзьям и близким, потому что нужны, нужны кадры и абсолютно любая помощь. Дело вам найдут по плечу и сообразно вашему расписанию. Главное, чтобы была инициатива и желание проект поддержать. С каждым годом наших живых ветеранов, наших героев становится все меньше. У многих из них нет семей, и многие могилы ветеранов на Орловских кладбищах остаются заброшенными. И, по сути, это означает, что сотни наших героев, которые проливали кровь за нашу страну, во время Великой Отечественной войны остались в забвении. Эту проблему и должен решить «Десант памяти». Итак, проект Орловских молодых гвардейцев ставит целью аккумуляцию общества для ухода за могилами ветеранов. Имеются в виду не братские захоронения, не мемориалы, а, быть может, даже позабытые всеми могилы. Десантники намерены, если потребуется, наводить порядок, ремонтировать ограды и памятники. Уже сейчас они составляют карту захоронений, требующих внимания. Впрочем, проект заодно будет укреплять нашу память. Об этом говорили поисковики, кстати, устроившие в фойе выставку своих находок. И приводящие примеры того, как история извращается и полнится мифами, вроде мифа о том, что «Одел» сдали немцам без боя. Стоялся бой за город Орел. Да, он был недолгим, он длился всего не более четырех часов. Добивали наших защитников еще сутки. Мы находили бойцов, у которых руки, ноги перебиты, и при этом все, есть и полевое отверстие в голову, добивали. Боялись коллег. И, кстати, про историю. Ее переписывание – это же прием информационной войны, ведущейся против России. Война-то объявлена уже тем, кто гораздо моложе вас, 10-летним, 12-летним. То, что вы патриоты, нет сомнения. Но обратите на своих младших братьев и сестер. Посмотрите, что они листают в своих компьютерах. Итогом мероприятия стало подписание соглашения между молодогвардейцами и объединениями патриотического направления. Сергей Быковский, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной». Спасибо.